Дениска, а ты хотел бы летать? Нет, мам, это очень трудно, но ты у меня рациональный. Галина Олеговна Смагина рациональной никогда не была. Когда-нибудь Дениска узнает, как мама пробивалась в авиацию и добилась своего. Так было на пороге Пермского аэроклуба. Так было в Москве, в ЦК Досааф, где и поплакать не раз пришлось, прежде чем взяли ее в группу таких же настойчивых женщин, осваивающих реактивную технику. К 24 годам у нее было 800 часов полетов. Потом заочный институт инженеров гражданской авиации. Затем был рекорд. Рекорд скорости на Ил-62, установленный женским экипажем с бортинженером Смагиной. Потом беспосадочный перелет из Софии во Владивосток. Это был мировой рекорд на дальность. Сегодня Смагина, командир корабля Ту-134. Может, зря не пускают женщин в авиацию? Нет, не зря. Трудно им. Взлет и посадка не легче смены в забое. Тем более на больших машинах. Скорости огромные. Решение надо принимать в считанные доли секунды. Предел, напряжение, собранность. Нет, это все-таки мужская работа. Редактор субтитров А.Семкин